Первое, она не будет никогда изменена, то есть человек, на который расшариваю, она не меняется. Я отправляю также по ссылке Людмилы, она открывает, и у нее вот эти все цели, у нее будут ображаться ее файли. Если она вот здесь по цели будет писать, да, любые задачи по цели будут писать, и у меня Людмила Шабалина вот здесь в целях, у меня автоматически они в режиме реального времени тоже пишутся. Фишка, то есть я все сделал для всех своих менеджеров, такие задачи, и они мне, ух ты, ничего себе, и не только ошибки, уже и квадрат рисовать не умею, да. То есть у каждого менеджера есть цели, которые он должен писать ежедневно, ежедневно, и я их вижу. Я могу либо ему у себя написать и быстро ему ссылочку поставить, чтобы он вот сюда ее добавил, и тогда она у меня же отобразится, ну, чтобы быстро. Либо сам могу зайти в его цели, ему там прописать их, и они у него будут уже. Фишка. Он удалить их отсюда не может просто так. Он может их удалить, но это автоматически попадет в историю закрытых или удаленных дел. Там можно, да, отмечать? И он показывает все завершенные цели. Все завершенные. Но не в этом фишка. Фишка в том, что ежедневно на e-mail вам приходит список ваших целей, которые были первое поставлены, второе исполнены. То есть если вы ставите своим менеджерам каждый день писать цели, и каждый день их исполнять, вам они ничего не могут делать. Я писал, я исполнял. Покажи. На e-mail приходит отчет, в котором будет показано, какие цели он сегодня себе поставил, какие цели он за... То есть не сегодня, а за вчера, какие он поставил, и какие он цели выполнил. То есть система за вас контролирует, ставят ли менеджеры цели и исполняют. То есть я могу открыть среду, там, неделю назад, и сказать, малыш, в среду ты поставил одну задачу и две исполнил, пойти покурить. То есть ты хочешь сказать, что я за этот день тебе должен заплатить зарплату? А, и так далее. То есть эта вещь, во-первых, просто, легко. Вы можете создать любую задачу, и легко ее можете делегировать. И она никуда не потеряется. То есть тут не ставится времени по дедлайнам, там загорается какая-то кнопочка. Нет, просто стоит цель, она либо исполнена, либо не исполнена. И она у нее висит. Там не стоит, когда она была поставлена и так далее, но она стоит... Нет, в принципе, когда она была поставлена, по истории можно найти, по истории в почте. Ну, потому что каждый день в определенное время приходит это письмо. Я в почте, в Gmail набираю эту цель, и я могу ее найти, когда она была поставлена, в принципе. Ну, и понятно, что этот инструмент не только для контроля, но и для совместной работы очень удобен. Почему? Потому что мы, например, вот с Сергеем, когда думали, что нам нужно докупить для тренинга, мы списались, я ему прислал там тренинг на Самуи, и мы начали под ним писать все цели, которые нам нужно сделать. Потом эта цель, она конкретизируется. Ну, допустим, вот сейчас вот так покажу, что у нас есть... Где менеджеры видят? Не, менеджер видит только свою, на которой расшарено, да. Он видит... Настраивает, да? Ну, я же говорю, вот так цель написали, например, купить шоколад, там, купить шоколадку, и здесь на эту точечку нажимаем, и там есть возможность показать, почитать. Не, 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 никому показать, а именно почитать и демонстрация. На платном аккаунте, то есть человек по ссылке только, если зайдет, ему это будет видно. Если этот, конечно, если он свои цели кому-то перешлет, то они тоже будут виден, но он аккаунт может свой переслать, ну, то есть это не проблема. То есть здесь можно ему два варианта, либо только на чтение, либо на редактирование. То есть он может одновременно редактировать, либо просто читать. Ну, простой вариант. То есть мы написали, какую-то цель, говоришь, вот цель смотри. Плюс, да, то есть смысл такой, что человек сам тоже в конце дня себе на e-mail будет получать то, что он сделал, и то, что он не сделал. Если, к чему это еще, ну, то есть сам человек может получать, руководитель может получать, а если в эту расшарить эти цели еще на какого-то третьего аудитора, он тоже по всей компании может получать, не только я буду контролировать, какие задачи он смотрит, но, ну, например, у меня в компании, я есть, есть три руководителя вице-президента, и у этих вице-президентов есть свои руководители. Я могу составить так цели, что руководители будут видеть отчеты только своих подчиненных, а я буду видеть вообще всех, все, кто что делает каждый день. То есть это достаточно удобная штука. Почему это не реализовано у меня в СРМ? Как думаете? Ну, почему вот постановка задач, такие все вещи не реализованы в СРМ? Это тоже функционал есть в СРМ. Долго и неудобно там это все делать. То есть там, чтобы поставить одну цель, надо предписать, когда она начинается, когда она заканчивается, кто исполнитель. Ты пока это написал, а у тебя задача сделать быстренький звонок, позвонить там в страховую. И тебе, чтобы поставить эту задачу, проще уже самому позвонить, чем ее делегировать. А так ты все мелкие задачи написал и отправляешь своим менеджерам. Это очень интересно. Вот этот инструмент, вот этот инструмент очень важен, например, вам сейчас. Вы можете, когда у нас завтра будет, составлять план по внедрению всех этих. Вот вы можете все цели прописать, все цели прописать по внедрению. И здесь самый прикол в чем, что если вы пишете одну цель, ну, например, написали цель, то под ней можно написать, что нужно сделать для выполнения этой цели. А этот подпункт, вы можете расписать, что сделать для этого подпункта, а это для этого. То есть вот так она расписывается до бесконечности. по поиску по поиску всегда можно найти любую задачу которая есть есть еще такая волшебная штука как хэштеги но вот про нее я сейчас тогда покажу да все тогда мы